сейчас мы связываемся с ольгой романовой основателем фонда русь сидящая журналистом ольга евгеньевна здравствуйте привет давайте начнем с появившегося в телеграм-каналах сообщения от солдатских вдов и сегодня это активно обсуждается что солдатские вдовы видим по аналогии солдатскими матерями которые еще в чеченскую войну действовали требует закрыть границы объявить всеобщую мобилизацию вообще отправить побольше людей на фронт что это как вы считаете это просто вброс или за этим можно смотреть некую тенденцию сожалению думаю что это не вброс потому что мы видим как изменилось и отношение общества с солдатскими матерями ник отцы мы знаем что солдатские матери организация на не закрыта она действует в 60 городах россии работает по-прежнему в лети на мельникова глава организации и она говорит что туда не обращаются обращались в афганскую войну обращались чеченские войны в первую вторую через всегда а сейчас нет потому что сейчас почему-то до солдатские матери там действующие потенциальные считают что это норм норм отдавать детей на войну и пусть гибнут в макеевке где угодно и как угодно потому что не потому что не лапки потому что дорожает еще потому что путин сказал потому что кирилл потому что не знаю что потому что вынужденная беспомощность потому что фашисты потому что пропаганда подставьте любой ответ солдатские вдовы это такая альтернатива солдатским матерям которые говорят да 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 вот вы хотите чтобы они умерли наши уже умерли и знаете что вот это правильно если ваш тоже умрет это такая новая новая реальность новая реальность умер тот умрет и этот только не в той коннотации которые мы привыкли любить и привыкли об этом думать нет я вдова мой помер а твой чего вот как раз интересно что владимир соловьев сегодня заявил о том а о чем вы переоцениваете жизни все умрем соответственно рано или поздно смерть к нам придет и можно в общем об этом не задумываться и получается у них им удается перепрограммировать вот это же а все-таки основной инстинкт страх смерти выживания и так далее да и сейчас люди готовы идти в общем на смерть и как-то даже об этом не задуматься как я понимаю вот и следует из вашего ответа что не обращаются в эти организации не пытаются как-то остановить да им удалось не только и правда это же известный рефрен зачем такая жизнь нужно ведь завтра может быть война зачем нам нужно знаете я это видела давным-давно по заключенным когда у меня первый раз такой на то мысли вася вася я встретила в пермском крае лет двенадцать назад он открывал ворота в зоне хорошо меня знал и однажды встретил словами господи как такая радость для девушка освобождается моя и вот и скоро освободится и потом и я за ней привасечка девушка то за что и он говорит ну как но выпивали выпивали была с нами еще одна девушка там наркотики были он деревенский парень из пермского края и у одной из девушек началась эпилепсия на всем на этом и она мешала выпивать дальше ее придушили просто не просто придушили положили на диван на утро хозяин стал увидел на диване она мертвая взял топор и разрубил положил в пакет на балкон потом весна-лето понес на помойку но его собственно и взяли всех взяли и игры вазь ну я от тебя мне только через полгода посадили я потом другого там козла грохнула в разговоре это вот вот так жизнь не значит ничего другая но и моя тоже но и моя тоже это как-то очень не ценится чужая жизнь не ценится моя жизнь но и опять же рефрен никого не жаль никого ни тебя ни меня ни его как-то вот к народу к нам это все привязалось что важнее родина нет не важнее родина родина должна заботиться о тебе я каждой человеческой жизни а жизни каждого гражданина это родине мы должны быть нужны они нам родина даже другая последовательность совершенно другая что ты отдай жизнь за родину они они наоборот они наоборот что ты для родины и конечно под этой самой родиной естественно понимается все что вот так делается как таковая потому что родине не нужны украины родине не нужна украина это путину нужна украина ребят вас обманули другое слово это не родине это путину честное слово родине россии сибири степям калмыкии волги архангельску не нужно присоединять к себе киев донбасс львов не надо архангельску нет это нужно путину и даже ему не очень нужно ему нужно продержаться у власти еще дальше еще больше потому что ему сейчас ему всегда страшно сейчас особенно страшно он человек не смелый человек трусливый он делает это не из-за того что он хочет всевластия потому что он боится боится что мы увидим что король голый что король маленький что король трусливый что король не умный и вообще не очень король и не очень твиват он боится разоблачения он боится тюрьмы боится гааги боится смерти и выражает войну из-за этого и подменяет эти свои страхи названием родина умрите за родину они за меня все-таки вот если попытаться посмотреть на афганская война 79 по 89 за весь период около 14 тысяч погибших но и тогда были я тогда еще правда маленький был но тем не менее я помню что были разговоры были было не согласие были какие-то обсуждения на кухне что люди гибли и это страшно и это должно было остановиться потом были две чеченские войны и тогда многие узнали о том что существует союз солдатских матерей это действительно была серьезная сила которая влияла на политику люди не хотели умирать матери не хотели чтобы умирали их дети они выходили их власть боялась вот что произошло почему сейчас такая тишина почему когда эта война она уже по объему она просто не сравнится ни с первой чеченской ни со второй чеченской не с афганской она гораздо больше смертей гораздо больше и такая вот тишь да гладь вот как это можно объяснить почему это перепрограммирование произошло ну они очень здорово научились подменять понятия в принципе подменять понятие добро зло черное белое вот это все причем они это поняли и совсем недавно я услышала же от пропагандистов что наконец-то белое названо белым а черное названо черным хотя на самом-то деле нет на самом деле наоборот белое названо черным а черное названо белым ведь удивительно совершенно что я даже не скажу что пропагандист это начал первый путин делать первое что делать путин когда он назвал он назвал доблесть и смелость отрицательными чертами честность отрицательной чертой и наоборот это же знаете пять тысяч лет люди вырабатывали люди вырабатывали для себя и в себе и для общества кодекс правила поведения для того чтобы друг друга не убили этот кодекс назывался по-разному назывался тора назывался библия назывался кодекс строителей коммунизма очень по-разному назывался но это одни и те же правила не убей не укради не должен свидетельствовать там и так далее с 2000 года в россии удивительным образом убил магнитского тебе медаль и тебе медаль и не будет никто за это отвечать наоборот будет защита повышение по службе и так далее крадешь да ты молодец ты умеешь жить и все за тебя завидуют и хотят наняться в себе в охранники водители в прислуги и так далее уже свидетельствуешь какой ты молодец и тебе карьера и тебе защита тебе все и за 20 лет конечно поменялась природа человека кто считает что вас сакральна что вас от бога и так далее и так далее в конце концов не знаю влад то что вас от бога написано конечно в письмах к филистимлянам ребят вы филистимляне нет мы чего сейчас ну да кто-то филистимляне давайте расскажите нам да и сказано это было совершенно в другом контексте в контексте сбора налогов перечитайте письма к филистимлянам и вообще из всех апостолов и авторов библии говорил один да петр ну и чего нет павел да павел извините он вообще был специалистом по налогам изначально пока не упал слушайте это про другое я думаю что скажите немецкому правительству там германскому насчет налогов да они тоже скажут да 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 дологи от бога а остальное как то вот мы с вами дальше демократия ну это они все демократия совершают дологи приходится платить вот собственно и все это это в этом смысле сказано читайте первоисточники здесь кстати ведь интересно или неинтересно не знаю ну в общем то на что обращаешь внимание как русская православная церковь на это реагирует как заповедь неубий становится уже не абсолютной и можно это оправдать как новый завет подменяется ветхим заветом хотя собственно и у патриарха возникают проблемы в объяснении того что собственно происходит никого это кажется уже не волнует и вот я человек неверующий это в эфирах тоже периодически озвучиваю но мне всегда интересно потому что если вот есть иерархии и насколько я представляю эту институцию у них есть начальник он один и он не путин но почему-то путин они боятся больше чем того самого главного начальника и я вот пытаюсь себе это объяснить почему и как сильно или не сильно церковь влияет вообще на общественное сознание сегодня в россии как вы думаете церковь влияет конечно церковь влияет при том что это мы можем о себе говорить сколько угодно да что мы не верим в бог я вот тоже атеист но при этом атеисты не мы потому что ну есть какие-то ну и по крайней мере для меня какие-то есть ну граница да граница и какой-то ну извините меня за выражение у меня работа такая какой-то надо мной смотрящий да я не уверена что девушка с бородой и у него там есть какой-то свой кодекс но как-то это раньше назывался маяковского я себе подъедет там чуще чтобы всплыть революцию дальше да что то есть да что то оглядываешься на какой-то набор набор ценностей а здесь нет а здесь нет и кто из нас атеист да вадим оля или кирилл большой вопрос большой вопрос очень большой вопрос но с другой стороны ну вот я работаю всю войну и до войны вместе с епископом Григорием Михновым Войтенко он епископ апостольской церкви которая не входит в РПЦ и когда с ним работаешь он знает что я атеист я периодически вот это напоминаю он говорит ну ты чё ну то есть не елина не иудеи мы работаем и это не не важно кто из нас во что верит и кто как молится и кто что соблюдает и конечно иногда так мы с ним переглядываемся глядя на периодические высказывания попов да из РПЦ когда рожаете еще детей потому что чем больше родите тем больше у вас останется когда половина перемерут на войне и полное конечно преображение заповедей и геумбий не говоря о всех остальных но чё говорить я не знаю я не знаю примеров Нюрнбергского трибунала для церкви не знаю не могу вспомнить для отдельных там священников для отдельных течений там для не знаю в концерках за французской ночь это не трибунал да и это за взгляды где не было геноты католики не знаю и наверное не наше это дело говорить о трибунале над церковью собственно почему не наш ну для меня церковь это гражданская институция я так это воспринимаю то есть собственно почему не наши если они участвуют в пропаганде если они призывают к убийствам если они действуют точно так же как действует я не знаю там какой-нибудь шейдин с ведром говна да почему нет ну кстати вопрос который наши зрители тоже вам задают знаете ли вы что случилось в Макеевке есть ли у вас какая-то информация может быть с кем-то связывались или с родственниками что там произошло мы связывались с родственниками но я думаю что родственники то что все все публикуют сразу же конечно же это же очень важные вещи очень важные вещи сегодня публиковали важные истории наши коллеги наверное самое яркое свидетельство когда жены слава тебе господи жена не вдовы мобилизованных парень выскочил я напомню просто сразу после первого удара женщина рассказывает о четырех ударах и он все это видел и мне поразили очень слова другого мобилизованных кто остался жив мозги на ботинках счищал и конечно конечно и мы понимаем и они говорят что не 63 человека погибло погибло гораздо больше и мне очень очень поразила конечно сразу же мгновенная реакция что называется официальная реакция которая была передана ТАССом буквально сразу через несколько часов что они сами виноваты зачем включили сотовую связь зачем звонили родным Новый год виноваты во всем сами ну я думаю так это все и будет я думаю что этот рефрен должны подхватить какие-нибудь там солдатские вдовы да сами 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 все сами сам собрался сам пошел сам погиб сам закопался да все сами 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 чего собственно на родину на Путина на военкоматы на Минобороны все взваливаете да мобилизовывать вас одевать обувать оружие давать еще куда-то отправлять и не в ПТУ селить а как-то по-другому да и сотовую связь отбирать и боеприпасы под вами не складывать и вокруг технику не ставить вы что с ума сошли все сами все сами что вы пеняетесь на Путина на родину на Минобороны что у вас мозгов нет есть мозги идти на войну значит все все таки на ваш взгляд если посмотреть на эту ситуацию вот столько жертв среди мобилизованных может ли это заставить людей пересмотреть вот это я не знаю покорность не покорность ну призвали пошел не смог убежать пошел не изменится ли это отношение к этой войне и к этому даже не знаю слово призыв наверное здесь не уместно вот именно к мобилизации что нет мы больше не будем этого делать вот когда вторую войну если в волну объявят то соответственно люди станут это саботировать или все таки нет нет я сейчас ищу слово еще слово доучное слово я уже нашла труд я думаю что автор пока не очень хочет не очень хочет быть уже озвучила но мы с ним разговаривали и это названо было большим хорошим философом стратегия локального оптимума стратегия локального оптимума то есть тебе приходит повестка и ты думаешь так 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 мне сейчас бежать или просто пойти по повестке ну бежать это сложно но локальный оптимум конечно пойти по повестке потому что это проще а вот завтра с вещами бежать или завтра с вещами ну проще же с вещами чем бежать а вот отправляют уже отправляют уже на сборы бежать ну доехать же проще проще доехать что потом начнется там розыск а ипотека а семья а паспорт а вот уже сдали винтовку идти воевать и локальный мой оптимум ну конечно проще идти воевать и в этом все проще 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 ну убили ну умер максим черт с ним локальный оптимум смерть как локальный оптимум ну а инстинкт не срабатывает в конце концов вот когда люди ну есть же telegram есть youtube есть возможность узнать что происходит понимаю что шанс выжить он не очень высок на этой войне учитывая как российские войска ее ведут вот здесь не срабатывает в этот животный инстинкт самосохранения этот еще надо вести людей что локальный оптимум сильнее страх смерть сильнее инстинкта смерти что мне правда проще проще сдохнуть чем побегать от военкома от прокурора от фсб мучиться с ипотекой это же тоже крах всей жизни а что теща скажет ехать в чужую страну а чё там ой а счет заблокирует а как работать ой а языков не знаю ой а я уже старенький мне 33 а как же начинать жизнь сначала вот это все локальный оптимум у нас звонок есть давайте его примем здравствуйте как вас зовут откуда вы здравствуйте меня зовут давид я из москвы пожалуйста мне пришла повестка и мне надо явиться военкомат и я хочу прийти и сказать что я оказываюсь воевать и все такое и типа судите меня и ну вот я хотел спросить что мне ожидать там строгого режима или не строгого режима или не строгого режима колония поселения какой срок и вообще правильно ли это решение спасибо спасибо за вопрос смотрите то что вы придете и скажете что я не хочу я не пойду не буду не освобождает вас от того что у вас просто скрутят и все равно заберут насильно значит если вы если вы не пойдете будете в бегах а вас поймают мы уже знаем один случай по крайней мере один отказа от мобилизации это в приборе только что перед новым годом закончился процесс и человек получил один год 8 месяцев общего режима это конечно лучше чем идти воевать но но зачем зачем и тихо действительно во первых можно уехать да и можно уехать а можно уехать не надо никуда ходить не надо давать повод вас хватать значит смотрите еще есть способы но чуть чуть бы пораньше чуть чуть бы пораньше до повестки идти в суд подавать на альтернативную службу вам скорее всего откажут но во первых мы знаем уже во время войны много 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 случаев много это больше пяти когда то есть вот я знаю больше пяти случаях когда все-таки человек добивался альтернативной службы потому что я пацифист потому что я верю потому что мои убеждения люди добивались есть такое дело значит есть когда суды в питере отказывали отказывали все равно и после апелляции человека призывали но все время отправляли войска человек все равно до 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 этой апелляции за полгода доказал что он точно вот против войны он там часик разагитирует просто очень много говорит его в этом убежден и вы знаете что вы это не на передовую то есть самое 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 плохое это у меня лапки инфотилизм всех берут и меня берут я пойду во первых не ходите военкомат пусть они сами за вами побегают во вторых мы знаем что в худшем случае год и восемь месяцев общего режима ну это это плохо да это плохо но это гораздо лучше чем были с колечным чем убивать самому ни в чем не повинных людей и чем самому лечь в пластиковый пакет и в конце концов вы знаете не сомневайтесь ни одну секунду не сомневайтесь когда но он будет трибунал он будет он обязательно будет он будет через год через 10 лет через 20 лет он будет и вы знаете будут искать военных преступников все равно будут искать тех кто пошел с оружием в руках все равно будут все равно будут и все равно если вы выживете на этой войне вы будете скрывать от потомства от своих знакомых что вы воевали да что вы брали в руки оружие потому что будет стыдно всю жизнь всю жизнь еще это отразится на потолках сколько людей покончили жизнь самоубийством из-за того что они дети военных преступников ни в чем не просто дети и не давайте не давайте им шанса не давайте шансов тянуть в себя в это не давайте бегите подавайте в суд все что угодно только не ходите на войну а если повестка пришла вот как в случае с давидом еще есть возможность уехать и выехать из страны или это уже становится проблематично это проблематично пробовать надо пробовать а я вообще думаю что выехать каждом днем все более проблематично надо пытаться слушайте от того что у вас в том это граница отругая дяденька милиционер дяденька фсбшник скажут ах негодяй да поворачивай назад с вас не будет уже с вас уже не будет вот сейчас уже попытка не пыток а что касается очередной волны мобилизации о чем предупреждала разведка украинской разведки кстати министр обороны резников министр обороны украины тоже обратился к россиянам на русском языке что будет вторая волна будут закрыты границы уезжайте убегайте не берите в руки оружие насколько на ваш взгляд вот ваши источники может быть поскольку вы все-таки много с кем общаетесь они подтверждают что что-то подобное готовится да да и вы знаете прежде всего я это вижу по опять же по своей работе по заключенным один такой момент когда в начале осени была самая наверное массовая вербовка вербовка наемчество это никак не призыв там в армию ничего это вербовка когда вагнера ездили позади пригожин говорил значит так нанимайтесь ко мне потому что скоро скоро будет принят закон и вас заметут за бесплатно и вообще просто так и ему не верилось они принят закон согласно которому судимостями можно а если внимательно прочитать выяснилось что можно судимостью вот прямо вот текущий до казаться present continue поэтому будут брать сейчас в в эту мобилизацию сидящих уже не как наемников а просто как призыв в армию как мобилизация будут брать и будут брать их первых и мы уже видим что военкомы пошли в зону пока не берут на военкомы уже там а что касается ну скажем так сформулирован так обычных людей то есть жители городов деревья то есть будут снова приходить как в первую волну и забирать буквально на улице хватать то что у нас главное зеркало сейчас происходящего в россии конечно пригожим как он сказал до первой ванной мобилизации а что вам собственно не нравится я зэков забираю вы хотите что чтобы ваших детей забирали и после этого высказывания прошло наверное ну собственно миссис наверно прошел и была объявлена мобилизация и вот все-таки дети и сейчас будет то же самое пойдут в зону пойдут и к вам собственно посмотрите нам звонил давид из москвы а чем давиду из москвы пришла повестка на что призыв нет призыв закончился а куда повестка ты пришла куда давид живет в москве которая вроде как первое там она из первых вышла стабилизация вот вот сейчас пришла повестка я думаю сейчас тоже началось обращаюсь к нашим зрителям рассказывать свои истории звонить в прямой эфир телефон ватсап вайбер и телеграм доступны также можете писать нам в телеграме кстати не забывайте подписывайтесь на подписываться на наш телеграм ссылка закреплена сверху в комментариях но вот спрашивают еще про пропаганду следили ли вы за изменением вектора что сейчас происходит на российских федеральных каналах и к чему готовит сейчас население ну поскольку я уже говорил что соловьев стал обесценивать жизнь мол все равно жизнь закончится а чего и и в общем ценить и зачем мы пытаться продлить и дети умирать это новый новый такой тренд сейчас или что-то еще интересное там наблюдается да это новый тренд потому что все-таки заметьте тренд очень быстро меняется даже во время войны меняется тренд вы помните еще совсем недавно было трендом ночью ядерная бомба чё такого и чего зато мы все равно самые самые сильные и все равно тогда и зачем нужен мир которым нет россии и так далее так далее хочу ядерная бомба чё такого а сейчас тренд тренд сидите умирайте а чё такого зачем вам такая жизнь зачем да 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 тренд тренд меняется сейчас модно говорить так я не уверена что через год не будет тренда у тех же самых людей что жизнь это самое ценное что дано человеку богом не даром же самоубийцы все хранили за церковной оградой то что самый большой грех не беречь жизни поэтому берегите же и перестаньте нас бомбить например но тем не менее вот как вам кажется все таки поскольку тоже работали на телевидении знаете эту кухню это морок такой вот что произошло с огромным количеством людей мы вот в начале нашего интервью эту тему обсуждали но вот я слышал такую формулировку околдованы заколдованы что ну они больные то есть люди которые вот совсем по-другому воспринимают те нарративы которые получают то есть это такое искажен когнитивное искажение вот это действительно можно сказать что вот как башни излучатели включены и соответственно пока эти башни излучатели включены вот значительная часть людей она такая потом они смогут очиститься как вы это видите не на самом деле нет на самом деле знаете даже мне кажется в самые лучшие наши годы даже года самого свободного телевидения даже в годы самой свободной совести максимально свободной да она никогда не была свободна конечно все равно все равно был почти умерший тогда но все равно такой все-таки писк он никуда из россии не девался что отдать свою жизнь по приказу да это это хорошо это правильно это то чем у нас учили не было еще никаких деда воевали не было их можно повторить а вот сентенция отдай жизнь отдай жизнь отдай жизнь она всегда была и собственно если говорить об особом пути россии которым конечно нет а если говорить именно о том чем мы отличаемся от всех остальных пожалуй вот этим 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 рефреном которого в общем мало где он еще есть собственно нет нигде потому что потому что это только и только и только только у нас это есть отдай жизнь отдай жизнь родина тебе дала то и это 5-25 бесплатное образование бесплатная медицина она тебя родила позволила тебе здесь жить детский сад тебя отправила в школу а вот теперь ты ей отдай свой долг какой какой блин долг что ты ей должен она тебе дала ты гражданин ты платишь налоги ты работаешь на ее благо ты ей выплачиваешь очень много чего ты не ты ей принадлежишь она тебе принадлежит и не путай да родина и государство это же ну классическая классическая садыков щедрить не путайте отечество и ваше превосходительство отечество и ваши компании диаметрально противоположные вещи у нас таки было за десятилетия особенно за два последних было-то полное слияние отечество и ваше превосходительство отечество это тот, кто о тебе заботится как отец отечество отечество, отчество, отчество ты заботишься о своих детях и своих близких а вашего происходить это стрима должен я должен налоги должен то должен все должен субботник и должен жить когда он прикажет чего вдруг они проблему послать до ваше происходительство когда только посылать хотя внутри себя ваше превосходительство становится понятно что вроде изучать другими способами не путем отдавания собственной жизни путем выковыривания вашего происходительства из бункера вот спасти родину спасти рода защитить родину и это сейчас очевидно нужно путем сковыривания происходительства который пытается и обманывает всех говорит я родина я я ваш происходить это ваша родина нет мужик нет нет парень ты не наша родина ты самозванец отечество другое у нас есть звонок давайте примем здравствуйте как вас зовут откуда вы значит я из риги имя свое не называю потому что это чревато вы просили истории они есть у меня значит 90 процентов моих русскоязычных знакомых вы вдумайтесь 90 процентов это люди с образованием продвинутые 90 процентов поддерживают путина это одна история да другая история мой знакомый который живет в калининграде тоже вроде с образованием вроде продвинутый человек у него здесь живут родители у него здесь живет сын когда началась эта история с проблемой с выдачей виз вы знаете что он мне заявил если мне латвия не даст визу то я сюда в еду на танке ты 90 вы понимаете о чем он говорит я ему отвечаю ну ты въедешь на танке ты 90 тебя отправят с курзами облурят на танке поедет к твоим родителям и все равно он остался при своем мнении вы слышите о чем я говорю да спасибо вам но у каждого свой пузырь конечно в моем пузыре нет тех кто поддержит пусть на 90 процентов но есть люди которые путина поддерживает это правда такие люди есть и в риге и в латвии тоже да и конечно собственно я чрезвычайно одобряю латвийские власти которые не дают визы тем кто хочет ехать туда на танки вообще вопрос как бы это сформулировать диаспор и отношения к путину из-за рубежа вот тут как раз нередко приходит слышать ну как же так с одной стороны было представление что те люди которые никогда не видели запад европы имели только представление об этом коллективном мире из российского телевизора вот у них сформировалось такое искаженное но как получается что люди которые живут на западе и не собираются возвращаться в россии но все равно поддерживают владимира путин я когда иду по шарлоттбургу центральный район берлин очень дорогой и его часто зовут шарлоттград потому что там очень много русских русскоязычных но это такой мир не очень берлинский где можно встретить теток норковых шубах да что общем другом другом районе берлина чревато выливанием красной краски конечно разумеется и там из каждого окна из каждого окна в общем доносится соловьев периодически по вечерам до практически из каждого окна и это привычка телесмотрения и это конечно же еще и плюс ко всему ну я не знаю в латвии такого особенно не было а вот в германии это было в германии было они закрыли в конце концов по посуду они закрыли раз туда и спутник но они оставили картину тв чужбина тв и прочие прочие вещатели которые собственно их основной бизнес это вещание русской пропаганды потому что они слышат и понимают что вещает rush today и спутник по немецки или по английски а что картина тв вещает по по русски ну и в конце концов это диаспоральные вещи вы там сами с тобой разбираетесь да и так далее и в итоге получается что поколение поколение выросли на пропаганде который не был запрещена никаким образом никак сейчас более-менее стали как-то шухериться чуток но все равно это и успех правых партий типа а и в д этом в германии это прямое следствие от этого всего потом не секрет слушайте не секрет что все эти вещи финансировали же путиным же а если хотите родинкой да пожалуйста ну просто путиным да вот это родина щедро поила меня березовым соком это не она это путин это путин который спонсировал и продолжает спонсировать нужно с меньшим успехом правах вы просто знаете и истории с мариле пен во франции истории с айфд и другими партиями в германии и много-много еще истории да люди тупо берут бабки включая включая людей с иностранным паспортом иностранного происхождения иностранных политиков да деньги не пахнут эта политика слава богу что избиратель все-таки более или менее разборчив кто-то привык демократии и это как-то чувствует и об этом читает и знает все про справедливость не про справедливость очень многие вещи они не выигрывают но вкачано очень много бабок русских кстати говоря ваших дорогие россияне здесь еще вопрос спрашивают какова сейчас позиция в иерархии у пригожим то есть он сильно вырос по крайней мере в медийном наполнении его много он говорит судя по всему он получил санкцию от владимира путина но тем не менее как его следует сейчас воспринимать в этой иерархии власти российской вопросы чат но безусловно любимец путина он безусловно сейчас любимец путина фаворит вне всякого сомнения потому что нельзя сделать и сотой части из того что он делает без личного благословения это понимает каждый каждый политик российский каждый российский чиновник просто понимает что никому больше не дано а такого права забирать людей из-под приговоров судов из-под действующего права из-под всего наплевать на 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 все о том что можно ему больше невозможно никому ему все это прощается вне судебной казни прощаются публичные и он не отговаривает нет 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 это не я это вот враги сделали в церкву это плёночку нет нет а вот вам еще плёночка вот еще плёночка вот еще плёночка все можно все конечно конечно сейчас любили можно его кадырову кадыров в общем наверное по причинам которые объяснимы административно и политические потому что мы платим мы это россии до россияне платят дать кадырову вот не чечне да лично кадырову платят дай чтобы кадыров там сдерживал своих головорезов потому что конечно чеченскую войну вторую до россии проиграла и платят за это репарации выплачивают конечно поэтому тут кадыров особый случай когда он поднимет свои головорез он может поедать в разные стороны путин это не надо это не родине не надо это путину не надо да давайте опять же называть вещи своими именами пригожим пригожим другое пригожим у него в отличие от кадырова собственно есть если товар на белом свете до этого собственной жизни и он ее сейчас сохраняет так солдатский вдовы скажите кадыру скажите пригожин уж под отдал свою жизнь за родину за ваше превосходительство куда вас пошлет какое место предложите ему пожертвовать жизнью он спасает свою жизнь спасает свою жизнь тем что забирает ваши жизни жизни ваших мужей забирает и бросает в украинскую мясорубку да на украинскую землю он забирает жизнь спасать свою потому что при любом другом правительстве при любом другом президенте при любом другом при любом другом ходе истории до 1 1 кто сядет пожизненно в лучшем случае это будет пригожен он спасает свои свою жизнь забирая ваши дмитрий рогозин его роль вот какой она вам видится то есть он поехал на донбасс там праздновал день рождения там прилетела ракета или снаряд и в общем он получил ранение но с дмитрий рогозин непонятно какой у него статус был главой роскосмоса потом как сообщалось он возглавил группу советников под названием царские волки и вот в этом статусе пребывал на территории украины но и получил ранение это конечно фигура то комичная совершенно конечно полная петрушка поет пляшет в так не лазит даже на даже в ранили это в жопу до простить совершенно и никакой ценности себя не представляет не интеллектуально они административно вообще не пиарыш на ней никак с арбатушка штатушки дано бред сила кобыла и покушение все было не на него до 1 премьер-министра свеженазначенного вот этого всего ордло и я думаю что ну это этот персонаж не стоит в общем никаких больших анализов слов отношений войск не одна деталь конечно иван сафронов и конечно иван сафронов сейчас платит очень высокую цену за то что вообще в том числе каким-то образом дернулся и пошел не в ту сторону и заплатит дорогую цену за свою огромную ошибку еще вопросы спрашивают про пропаганду нужно с точки зрения звезд российской эстрады поп-культуры не знаю можно по-разному это называть вот тут как раз уже предлагает меладзе лишить всех знаний и гражданство российского потому что он то ли сказал то ли не сказал там на самом деле шепотом это было произнесено слова украине он сказала героям слова как говорят не до конца произнес тем не менее этого достаточно уже там сенаторы миронов и прочее требует лишить его и гражданство и званий вообще вот это составляющие популярные люди они сегодня влияют хоть на что-то то что скажем одни там как гребенщиков шевчу кала пугачева они на одной стороне четко свою позицию высказывают есть те кто на другой стране как там евгений миронов дмитрий певцов ну и многие другие есть кто кажется посередине да не там не там и очень четко не проговаривают вот насколько это важно с точки зрения медийной с точки зрения информационной и пропагандистской вообще это важно вот сказал не сказал микрофон и а смысл а смысл договорил же говорит уже в микрофон потому что ну это не защитит то что полушепотом то что под одеялом то что еще что то такое не защитит либо туда либо сюда сейчас не время полутонов но не время полутона были хороши в мирной жизни можно было сидеть на двух стульях как тот же миронов не время и не спасет это тебя что-то сказал то шепотом но не спалет ивана урганта то что тоже не высказывает какую-то откровенную позицию все равно мульти пульсе сняли да конечно скандал подогрел подогрел и интерес к произведению непонятно пока искусство не искусство да ну и неважно неважно это не спасло ни от чего и я думаю что личностям медийным личности популярным сейчас невозможно не заявить свою позицию потому что не заявление позиции с двух сторон будет рассматриваться как предательство с двух сторон поэтому не надо говорить шепотом я договорить под одеялом жене ну надо заявлять свою позицию в общем да я заметьте да любую туда сюда это молчание воспринимается до россии идет идет кальтаризм где невозможно же отполчаться невозможно отсидеться надо называть вещи своими именами и путин не родина путин ждет от от населения не граждан населения что она будет не молчать а улюлю и повторяйте что-то след за пропагандой от молчать от молчаться не удается никому от молчался значит ты на другой стороне на наши туда не молчи господи какой смысл молчи все-таки если посмотреть на чиновников высшей российской вот этой иерархии то далеко не все как раз бегут впереди паровоза ну сергей собянин да не проявляет какой-то особой пылкости не шишин не проявляет тоже константин эрст несмотря то что возглавляет главный российский федеральный телеканал тоже не то чтобы очень активно эту тему высказываются вот как вы считаете это может как-то помочь ну и вообще что это значит почему условно маргарита симонян кричит в каждом эфире у соловьева будучи руководителем рти дмитрий киселев высказывает всегда будучи руководителем россии сегодня эрст нет как будто вне этого поля хотя и возглавляет канал у бориса акунина у григория чертишили вышел недавно такая совершенно замечательно небольшая совсем штучка такая а поясни пояс роман не роман 6 глав она есть и в аудиоверсии кстати хорошая очень начитка 6 глав по 20 минут я просто в аудио слушала называется адвокат беса это про то как мы с вами победили и начинается суд над владиславом сурковым но почему он сурковым потому что все остальные вот что с ними случилось и собственно константин эрнст до который который конечно выступил сразу с разоблачениями оказалось пленочки заседания с закрытых заседаний в администрации президента как пугали как велели и первое же выложил я так очень много чем прочитала я совсем согласна очень грустная концовка все грустно но про бывших и прошлых все очень очень четко и раз тоже упоминается я думаю что как то так я думаю что он готовит свои пленочки то есть кажется что тот же сурков который я кстати все раз марком фейгином на эту тему говорил он считает что сурков возможно готовится к постпутинскому периоду он и ищет себя там уже и соответственно поэтому но он был отстранен мы знаем его там был выведен из орбиты но он находится где-то на не очень далеком расстоянии то есть они уже смотрят в будущее получается вот эти люди исходя из вашего ответа конечно конечно и очень мне удивительно то что сурков смотрит в будущее вместе с акуниным потому что такой нет тоже видит и незаром акунин вывела на суркова главным героем главным героем своей своей новой повести небольшой и это же григория шаловича очень хорошая вот это вот чуйка интуиция исторически да вот он живет в этом очень 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 круто поэтому я если сейчас буду говорить дальше я буду спойлерик лучше лучше скачать ну и будем будем конечно смотреть в будущее и следить за настоящим спасибо вам большое что нашли время и вышли в наш эфир сегодня ольга романова была с нами на прямой связи благодарим вас и всего доброго всего доброго